Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. А сейчас давайте узнаем, как сделать так, чтобы не болеть болезнями щитовидной железы, потому что там необратимые процессы начинаются, и болезнь лучше не допускать, чем когда вы уже допустите. Ну а у кого проблемы с щитовидкой, вам все равно нужно есть только это питание, о котором мы сейчас будем говорить. Итак, очень важно при заболевании щитовидной железы использовать вегетарианскую диету, как ни странно, но не забывать о рыбке. В рацион должны включаться живые растения, кстати, если белое мясо курицы, оно не помешает. А еще должны включаться корнеплоды, фрукты, орехи, растительные белки. Такая диета при разных заболеваниях, например, гипотиреозе, обеспечивает поступление в организм органического йода. Но все-таки я посоветовала бы обязательно в каждое свое блюдо, будь то кашка, чечевица, будь то супчик и так далее, добавлять вот такую ламинарию. Ламинария у меня сухая, перемолотая. Еще очень хорошо постоянно покупать салатики из ламинарии. Салаты из ламинарии – это самый лучший продукт, откуда вы, ну я имею в виду морская капуста, да, откуда вы можете брать йод. Вот, у меня всегда, я добавляю постоянно. И салаты из ламинарии – это именно то, что нам нужно. Я, например, всегда использую салатики «Оник». Продаются часто. Там и сельдерей добавлен, и всякие овощи. И туда добавляется еще корень женьшени. Это тоже очень важно. Кстати, вот и рыба, крабы, креветки. Рыба, кстати, морская. Видео – это мидии, лангусты. Все это тоже так же достойно внимания. Дальше, но на первом месте, конечно, ламинария. Ламинария, именно морские водоросли, вот они, как, это должно быть у вас, я не знаю, и делаете овсянку, добавляете, и делаете супчик, добавляете, и в вечернее тоже питание. Это постоянно добавлять. Вот я это делаю всегда. Второе – это продукты питания с кобальтом, марганцем и селеном. Именно кобальт, марганец и селен нам понадобятся. Что? Это сухой или свежий шиповник. Именно по этой причине я езжу в горы, собираю шиповник. Там есть кобальт, марганец и селен. А также есть в аронии черноплодные, в чернике и в крыжовнике. Малина также содержит в себе земляника. Тыква. Почему? Я говорю, чистимся тыквой. Это великолепный продукт. Свекла, репа, цветная брюссельская капуста, салатная капуста, латук. Корни и листья одуванчика. Это номер один. Дальше. Чай из горьких трав. Да, вы не ослышались. Из горьких трав. Ни в коем случае нельзя пить китайский чай. Здесь вы наоборот провоцируете щитовидку на рак. Поэтому. Это корень диагеля, полыни понемножечку добавлять. Тысячелистника, хмеля. Ну, конечно же, понемножечку в органических количествах. И другие травки. Можно смешивать с другими травками. Дальше адаптогенные растения. Что это такое? Как я вам и сказала. Вот у нас есть, это женьшень. Это как раз адаптогенное растение. Женьшень. У нас великолепные вот этот салаты продают. Например, с женьшенем тоненькие. Именно вот одно производство, это оник. И там даже морковка есть с женьшенем. И ламинария с женьшенем. Это бесподобная вещь. Вот это я посоветую. Это как раз номер один. Называется адаптогенное растение. Также есть заманиха, радиола розовая, пион уклоняющийся. Еще есть золотой корень, элеутерококк, левзея, исландский мох, солодка голая, ятрышник. Важно употреблять при смене диеты. Еще продукты очистителей нужно употреблять обязательно. Сельдерей. Опять-таки, вот эти салатики. Вот в магазине ничего нельзя покупать. А вот эти салатики с ламинарией, с добавками сельдерея, с добавкой женьшеня. Просто необходимо покупать. Там же, кстати, и чеснок. А это продукт очиститель. Сельдерей, черная речка, чеснок, пастернак. Это продукт очиститель. Кстати, вы пастернак часто кушаете? А сельдерей? Вот я, а черную речку? Вот я практически каждый день. Дальше. Проросшие зерна овса, ячменя, пшеницы, фасоли, сои, чечевицы. Проращивайте. Только проклюнулась. И делайте салатики. Прямо в сыром виде кушайте. Следующее. Это дикие травы и орехи. Ну, орехи мы употребляем с вами много. Да, мы делаем с вами белковую приправу. У меня она есть. Кто хочет, может набрать и найти. У меня как раз она есть. Недавно только делала. И вообще, когда я ее делаю, я всегда показываю, о чем-то рассказываю. Так вот, дикие травы и орехи и белковая приправа, которая содержит медь, железо, вещества для очистки крови. Конечно, это же грецкие орехи, это номер один. Потом лесные орехи, индийские есть орехи. Есть зерна миндаля, кешью, кунжут. Кунжут. Делайте такую приправу, которую я делаю. Она называется гамасио. Японцы ее едят. Вот кунжут черный там с кунжутом белым. Посмотрите, как мы делаем. Изумительная приправа гамасио. Лен. Семена подсолнечника. Мак. Таволга. Зверобой. Иван-чай. Зюзник. Донник желтый. Есть донник белый, а вот здесь нам нужен донник желтый. Донник всегда собирайте. Каждое лето. Душица. Цветы каштана. Именно цветы каштана нам понадобятся. Заготавливайте в чай и в приправы цветы каштана. Принимайте в виде порошка. Измельчайте в кофемолке. Я всегда измельчаю вот это вот все. Очищенная фильтрованная вода не подходит. Потому что она как фильтр не работает. И я вам расскажу почему. Но это в другом будет видео. Нужно специальную воду. Все-таки нужно ездить в источники. И на этих источниках, особенно хорошо горные, брать воду. А вы скажете, а у кого нет? Слушайте, я не знаю, у кого нет. Ищите. Дальше. Ищите правильную, хорошую воду. Без газа, минеральную. Чистую воду. Из крана воду категорически пить нельзя. Там есть хлор. Для щитовидки это убийство. Хлор никакие фильтры не убирает. Как говорят, поставьте водичку, и хлор уйдет через некоторое время. Часть хлора уйдет, часть останется. Не убирается хлор до конца никогда. Поставьте хлор, откройте белизну. В таком случае проведите опыт. Поставьте открытую. Оставьте хоть на месяц, хоть на два. Белизна все равно будет хлором. И если выпьете, то отравитесь. Поэтому ни в коем случае не верьте в тем басням, когда говорят, а вы налейте водичку в баночку, поставьте, и через несколько часов уже хлор испарится. Часть испарится, часть останется. Причем этот испарится, хлор, он не испарится, он будет парить в вашей квартире. В соединениях с другими газами. Дальше. Значит, из крана воду пить категорически нельзя. Вообще нельзя. Вообще нельзя. Вы не знаете, что через эту воду к вам поступает. Мед. Вам нужен мед. До двух столовых ложек в сутки. Обязательно употребляйте мед. Натуральный только. Нам нужно растительное масло. Лучше всего оливковое. Это номер один. На втором месте соевое. Также можно кукурузное. Потом подсолнечное. Кунжутное прекрасно. Ореховое. Не использовать при термической обработке продуктов совсем. Если вы при термической обработке используете масло, этот жир провоцирует болезни щитовидки. Только сырое масло. Еще что полезно. Каши, но только на воде. С добавлением овощей, фруктов или сухофруктов в виде киселей. Еще очень полезно. Компоты из сухофруктов. На ночь залить сухофрукты кипятком. Ни в коем случае не варить. А на утро можно употреблять. Только так. Гречку залейте вечером кипятком. Одна чашка гречки на две чашки горячей кипяченой воды. Кипятка. Утром кашка готова. Не варить. Домашние мюсли. Делайте сами. Составляйте компоненты. Овсяные хлопья ненадолго замочите в воде. А лучше всего проварите недолго цельный овес. То есть зерна цельного овса. Будет замечательно. Добавляйте туда протертые в муку семена, орехи, мед. Вот нашу, опять-таки, вот эту белковую приправу. Мед. Лимонный или апельсиновый сок натуральный. Вот как я готовлю, я вам часто показываю, что я выжимаю лимонный сок отдельно, в отдельную баночку или в лимонницу. И у меня там на неделю, допустим, 3-4 лимона хватает, я добавляю везде. Применяйте зеленые приправы. Лук-парей это великолепная вещь для щитовидки. Соевый соус, томаты, сок лимона. Это очень классная, полезная вещь. Еще говорят, белое вино. Но, если вы его делали сами из винограда, а если вы покупаете, то это порошковый продукт, который продают у нас. Дальше. Если вы сильно хотите майонез, уже сделайте сами. Просто сами. Но вообще, такие жиры не полезны. У кого зуб уже есть, например, очень полезно пить отвар овса посевного. Два стакана зерна на литр кипятка. Кипятить до 30 минут. Очень полезная штука. И употреблять по 100 миллилитров 3 раза в день. Да можно даже и по 200. Еще очень полезный настой ромашки аптечный. Там где-то 1 столовая ложечка на 200 миллилитров кипятка. 10 минут прокипятить, настаивать 4 часа и принимать по 30 грамм после еды. Еще очень хорошо настой отвар цветов или ягод рябины красной. 1 столовая ложка на 200 грамм воды. И настаивать 4 часа, принимать по полстакана трижды в день. Это если зуб. Если тереотоксикоз. Настой цветков боярышника. Очень хорошо принимать настой, знаете, как столовая ложка на 200 миллилитров. И принимать по чуть-чуть, понемножечку. На 200 миллилитров кипятка я имею ввиду. Дальше. Если у кого гипотиреоз. Фейхуа. Это шикарная вещь. Или лесная земляника. Вот фейхуа в любом виде без кожуры полезна. И лесная земляника. Еще советуют врачи, даже врачи, 3-4 капли йода в чай 2 раза в день. Это у кого гипотиреоз. Гипо. Нехватка. Ну, вот такие советы. Но вы должны знать обязательно самые опасные и вредные продукты при болезнях щитовидной железы. Или продукты, которые вызывают болезнь и провоцируют рак щитовидной железы. Давайте мы перечислим. Это животные жиры. Маргарин. Искусственные жиры также. Мясо. Мясопродукты. Особенно свинина. Также колбасные изделия. Сахар и продукты, которые его содержат. Соль. Искусственные продукты питания. Кофе. Искусственное, да? Кока-кола. Какао, кстати, тоже. Пепси-кола. Также водопроводная вода. Жареные, копченые, консервированные продукты. Квашеные овощи с солью. Капуста, помидоры, огурцы, яблоки, арбузы. Квашеные с солью. Опасны. Копченая и соленая рыба. Речная рыба. Опасны. Яичницы и вареные яйца. Нежелательно при щитовидке. Продукты из очищенной муки высшего качества. Сдоба, булка, макароны, хлеб, спагетти. Из высшего качества муки опасны. Пирожные, торты, печенье. Очень опасны. Такие, знаете, стимулирующие приправы. Это все приправы, которые продаются в магазинах, которые со вкусом и с усилителем вкуса. А также уксус. Очень опасен. Искусственный, синтетический. Опасен перец. Аджика. Все острое. Майонез, острые томаты. Для щитовидки. Также опасен алкоголь. На первом месте стоит, конечно, алкоголь и никотин. Как только он попадает в горло, даже этот дым, он провоцирует рак щитовидной железы. Ну и всегда помните, что прежде чем употреблять то или иное блюдо, не забудьте обратиться к врачу. Диетологу. Может быть, он вам что-то посоветует. Тоже. Ну и вот давайте посмотрим зрительно, чтобы запомнить. Вот морская рыба, морепродукты, морская капуста. Вот. Да? Дальше обязательно зелень. Всякая зелень. Очень хорошо кинза. Чеснок, спаржа, свекла. Давайте вниз спустимся. Миндаль, молочные продукты, виноградик. Ниже спустимся. И не забывайте за капусту. Брокколи. Это номер один. Содержит в себе йода большое количество. Брокколи. Чечевица. Это просто необходимое наше питание. Для того, чтобы сохранить себя в здоровье. Проверяемся, сдаем кровь. И все у нас будет хорошо. Будьте благословены вы и ваши близкие. Будьте здоровы. Пока-пока.